У меня сложилось такое впечатление, да, вот лично я знаю, как действует культурно-исторический центр, как, скажем, что там происходит, да, насколько там интересно, но если бы я не был здесь, я вот смотрю, у меня бы создалось такое впечатление, да, что музей Ленина, да, он так и остался музеем Ленина. То есть придя сюда, молодой человек, да, девушка, они подумают, что ничего нового здесь нет, а художники, да, которых вы экспонируете, вот, они не совсем понятный народ. То есть тот абстракционизм, да, как у меня обычно говорит мама, да, смотрит, что за хрень, то есть утрирует, да, вот. То есть те люди, которые, скажем, молодежь, она интересуется несколько другими вещами. Я не говорю о Кока-Коле, о кинотеатрах, да, но, допустим, фотографии. Есть определенные места, то есть это же, ну, искусство, да, современное, вот, где не в кице собираются, собираются в фотостудиях, собираются в каких-то клубах, да, наверное, известный вам клуб Эра, да, где происходят разные какие-то интересные вечера тоже, то есть люди что-то придумывают, это тоже можно считать современным искусством. Вот, как вы считаете, вот вопрос, наверное, к вам, насколько вы в дальнейшем, ну, вообще собираетесь продвигаться вот в этом, то есть приближаться к молодежи, как-то помогать ей, чтобы она помогала вам интегрироваться? Да, хорошая работа. Ну, и вот, мне, наоборот, всегда ругает, ну, то, что, как бы, я сильно уже приблизился, и, ну, видно, действительно, недостаточно. Сразу по фотографии, вот у нас сидит Саша Купцов, и открыл великолепную, я считаю, выставку, фотография «Молодая Россия», где я вас приглашаю, посмотрите, там 200 работ, вообще со всей России, и это действительно очень такой экспериментальный, я бы даже сказал, такой фонд, где можно увидеть, не только полюбоваться, посмотреть, но можно подчеркнуть что-то для себя, подчеркнуть, что занимается фотографией, потому что это очень интересная, довольно-таки такая экспериментальная выставка. Я согласен, что недостаточно, и что я с вами совершенно согласен, мы недостаточно, ну, я бы так сказал, ведем разговор об искусстве, недостаточно, может, вот проводим вот таких вещей, когда мы обсуждаем ту или иную выставку, обсуждаем того или иного художника с приглашением, чтобы он как-то рассказал, что вообще он вот в этом абстракционизме вообще-то хотел высказать, что он хотел донести. И вот это действительно та, возможно, очень вещь, которую нужно нам дальше, ну, как-то видеть и над ней работать. Ну, я сумел ответить или нет? Вы сумели ответить, я, возможно, как-то вопрос задал, так, несколько жестко, да, но мне, у меня как-то болит, да, за судьбу музея, поскольку живу я здесь рядом, да, смотрю, наблюдаю, и кроме как сборище, скажем, неформальных каких-то соединений возле музея Китс, я, к сожалению, ничего такого не наблюдаю, никакого культурного бомонда, да, то есть я вот только как точка, вот музей Китс здесь тусуются, пойдем возле Китса потусуемся, не в Китсе, а возле Китса. Мне хочется, чтобы все-таки было больно. Посмотрите, обратите внимание, Михаил Павлович, у вас первый член Куппичельского совета уже вот готов. Предлагайте, Фонд, что же вот вам виднее с точки зрения вашей аудитории, что, чего не хватает, чего бы вы хотели, да? И мы это начнем очень быстро, Михаил Павлович, легкий на подъем, понимаете? Ну, дело в том, что музей приходится нелегко. В музее есть посетители как молодого, так и более старшего возраста. И если первые с удовольствием увидели андеграундный концерт в музее, то вторым поперек горного фотографии с обнаженной натурой, и всем угодить, ну, действительно, нельзя. Я думаю, что мы должны быть доступны на разных этапах. Почему не только один концерт в день, а почему не только один кафе с детьми, которые вместе с другими фотографиями, как и другими фотографиями, когда он пишет проектие. Ну, учитывая вот эту многостороннюю публику, следует действительно применять разные формы работы. С одной стороны, почему нет андеграундный концерт вечера, ну, почему нет, но с другой стороны, днем может состояться какой-то дискуссионный час за чашечкой кофе для более старшего поколения, где обсуждается какое-то произведение в течение часа, например. Спасибо. Нет, но все равно надо видеть, как бы, технологию. Как нам приносить предложение? Где, во-первых, в каком месте? У нас есть специальные сайты? Ну, я думаю, да, это первое. Второе, у нас есть сайт, на который, где можно выходить. Есть ли какие-либо условия или какие-то условия для группы, к примеру, группы, которая готова сотрудничать с вами по посещению? Или можно назвать поощрения какие-то для них, может, делаются? Вот мне очень интересно. Ну, мы, разумеется, очень заинтересованы в том, чтобы к нам приходили, и приходили целыми группами. У нас есть специальный человек, который занимается поддержкой контактов с какими-то учреждениями, как учебными учреждениями, какими-то союзами, сообществами, которые постоянно ведут эту работу по привлечению новых посетителей. И также у нас есть 10 активных современных художников, которые наступают у нас в музее в качестве экскурсоводов. Нет, я не услышал ответа, Александр Александрович. Нет, ну, вы начали отвечать. Вот я просто попробую, я понял вас. Такой из как бы благополучно-благостной панорамы в состоянии современной искусств перешел в такую острую дискуссию, я тоже добавлю. Не хотел упоминать, в каком унизительном положении находились наши студенты, мои ученики, когда пришли в музейный центр на картину Малевича смотреть. 40 минут стояли здесь у закрытых дверей. Слава Богу, это все закончилось хорошо. А вот насчет Логвинова, его плаката, где праздник кофе, музейная ночь. У меня вот такой толщины шикарное издание, значит, дизайнеры мира. Я открываю там во всю, значит, страницу, напечатано над плакатом, указан Логинов, а в институции издателя указан, в институции издателя указан Калининградский центр современного искусства. Как бы, при том, что там очень хорошо, большого размера и очень качественно было написано Красноярская музейная ночь, Красноярский музейный центр и так далее, так далее, вот что бы вы по этому поводу сказали. Я, во-первых, и слышу, честно говоря, о таком факте. Не вот поводу. Что-то я думал, будет одна ложка дегтя, а вы две ложки дегтя в ложку мёда. Да, вот такая, как бы не только в нашу сторону, да, но и вашу сторону тоже, так сказать, вот такие вот вещи. Ну, я понял. Значит, а это зарубежное было издание? Это издательство, вы только вспомнил, вспомнил, вспомнил. Это отечественная книжка или иностранная? Книжка иностранная. Тогда какие проблемы? Ну, она переиздана русским издательством переизданным. А Артур, как-то я забыл, я помню хорошо это название. Ну, вы потом покажете хорошо. Казусу мы тоже любим забирать. Забавный, забавный. Не только с нами, но и с вами тоже такие вещи происходят. Ну, это, наверное, уже, да, признаки слабых, когда он примазывается к Красноярскому. Хотя я бы вот поддержал эту замечательную, все-таки бочку меда я здесь вижу, а не ложку тегтя. Вот в этой лучшей книге Германии, как нам было представлено, да, есть страница с фотографией, опять же, вот Красноярского музейного центра, если вы узнаете, где ее холоргий стоит на этой стене. Это наш музей. Ну, надеюсь, там не написано, что это Калининградский музей. Нет, не написано. Калининградский музей. Здесь вообще ничего не написано, что на его графике. Но факт то, что очень крутая дизайнерская вещь, это монография пожизненная, всесворчество всего художника, который два уже раза был в Красноярске. И вот он из всего мира, в том числе и нас сюда привлек. И он очень дорожил, кстати, этой работой, поскольку это была контекстуальная вещь, где написано, и мы перевернем Россию. И он стоит над этой надписью. Это был подарок, как бы он нигде в жизни, никогда не получил и не получил. Да, Олег Алексеевич, я вот 40 минут студентов, но я, насколько знаю, мы с вами давно уже работаем, студенты, ну может такое случилось, и я, конечно, приношу извинения, но в принципе студенты ваши, это не чужие люди здесь. Вы знаете, я бы на самом деле добровольно даже пошел и постоял возле музея минимум полчаса, потому что там такой шикарный вид, я до сих пор не могу наблюдаться. Я видела много музеев в Европе, но вот этот вот вид, который открывается от вашего главного входа, он уникален. Я об этом буду рассказывать всем. Спасибо. Спасибо. Вот здесь молодой человек из первого ряда обозначил очень актуальную тему. Огромная дистанция и проблема молодые и современные искусства. А другой молодой человек предложил какую-то эффективную форму стимуляции, чтобы можно было понимать это искусство, чтобы сюда побольше ходить. Так вот, мое мнение, что единственное, что может помочь этой ситуации, это системный образовательный процесс. Особенно он важен. Особенно. И грустно, что у нас в городе есть система художественного образования, вот училища от школьного до академии, и там преподают это большие силы, средства затрачиваются преподают изобразительное искусство, которое давно умеет. И вот у меня, с одной стороны, пожелание культурно-музейному центру создать системные образовательные процессы, рассчитанные именно на молодежь, потому что у них много, у вас много образовательных действий, но это все, творческие встречи, семинары, но нет системного подхода именно к молодежи. Я в своей программе столкнулся с этой проблемой, для меня молодые люди, которым после 20 лет уже поздно. Я увидел, что надо раньше с ними начинать работать. Вот тогда вас будут посещать, тогда вас будут ходить, и не будет вот этих глупостей, которые сейчас звучат. И вот вопрос к гостям, а есть ли у них такая проблема? Мне кажется, у них достаточно образования современного изобразительного искусства. Может быть, у них там не обязательно стимулировать, или они что-то еще предпринимают, дополнительно в своем центре. В последние 10 лет в этой сфере сейчас куратер во многом выполняет функции также педагога по искусству. Мы делаем zum Beispiel Schulungen с Kunstlehrами из школы. Мы объясняем им обучения и обучения темы, которые они с их ученым работают. И это очень эффективно. Вот одна из эффективных форм работы. Мы приглашаем учителей по искусству, школьных учителей, и обсуждаем с ними тему выставок, предлагаем им какие-то темы для дискуссии со школьниками. И вот эта форма работы показала себя как очень эффективная. Мы сейчас так увлеклись виртуальными формами накопления искусства, подачи любой информации, что мы сегодня очень находимся в сложном положении, не только здесь, в Красноярске, находимся, в целом в России. Огромные идут дискуссии о том, что вообще нужна ли библиотека, и что за такая библиотека должна перейти в виртуальный вариант. Варианты я мог бы сейчас очень долго об этом говорить, но вместе с тем сегодня подтверждаем мантры о том, что в Европе давно уже расставлены ориентиры и точки. Должно все развиваться параллельно и сохраняться в вечные источники, которые есть, как и вечные направления той или иной художественной жизни. Поэтому вот это тема для дискуссии, которая происходит. Я, думаю, глубоко убежден о том, что сегодня, вот после вчерашнего появления вопроса, и потом, даже которого не было на пресс-конференции, о том, что пробежало, что музейный центр теперь не будет многофункциональным, а будет вот только однонаправленным, как музей современного искусства, но я получил сегодня многочисленных звонков при всем том, что был ужасно трудный день, не только от моих коллег, которые участников культурного процесса, но и от жителей Красноярска, которые задавали эту тему. И я понял, что сегодняшняя вот дискуссия, встреча, и интерес, например, к ней подогреваем вообще сегодня общим дискуссом, что же это дальше будет. Поэтому составляющая этих дискуссий, что такое кураторство в современном музейном процессе происходит, это важная тема. Что такое сверхмодное в Москве галерея Гельмана в Винном заводе, если кто следит за современной художественной галерея Гельмана Продолжение следует...